приветствую на связи гончаров и в этом видео я хотел рассказать бы вам про виды дизайна для сайта их в принципе всего два которые я выделил это шаблонный дизайн и дизайн уникальный либо индивидуально шаблонный дизайн тут уже можно понять что слово шаблон идет понимание какого-то однотипного готового варианта это верно то есть шаблоны делаются специально для того чтобы ну их просто устанавливали на сайт и пользовались да ими с кем-то минимальными изменениями все шаблоны они однотипные и них разрабатывают специальные студии веб-дизайна либо платные либо есть бесплатные варианты понятно что платные варианты они более продвинутые более уникальные то есть там более круче дизайн сделан но все равно это однотипный то есть если шаблон продается то его покупают все и представьте что в интернете очень много похожих на ваш сайт дизайнов с какими-то изменениями да но это может быть очень сильно заметно если его неправильно видоизменили не но будет бросаться в глаза что касается уникального дизайна то здесь идет отрисовка именно специалистам дизайнерам какой-то программе это либо фотошоп либо фигма рисуется дизайн по техническому заданию заказчика после этого вносится какие-то правки изменения потому что их проще внести все-таки в рисунок да в графические графическом редакторе когда-то делается чем это уже будет сверстанный макет на самом сайте поэтому вносится правки согласовываться дизайн после этого идет работа верстальщика который верстает данный дизайн оживляет его делать активным все элементы ну то есть как-то еще говорят натягивает дизайн на движок сразу стоит вопрос что дешевле ну естественно дешевле создавать шаблонный дизайн использовать шаблон на сайте и дороже пользоваться услугами дизайнера верстальщика но там вам сделают такой дизайн который вы хотите прямо тютелька в тютельку все размерчики все нюансы все что вы хотите принципе это все можно будет реализовать но ценник кусается то есть здесь разработать уникальный дизайн сверстать его на ваш движок чтобы это все корректно работало это стоит денег соответственно все зависит сколько стоит дизайн нарисовать это все зависит от количества страниц которые будут использоваться на сайте в лендинге если лендинг пейдж то это будет зависеть от количества блоков от длины самого лендинга да потому что лендинге же бывают разные они бывают коротенькие бывают длинные где идет очень большое описание услуги либо продукта это все стоит отдельных средств и дизайн может стоить по разработке столько же сколько допустим создание сайта поэтому цена будет у вас удваиваться а как поступаю я я не дизайнер я не рисую дизайны но когда клиент ко мне обращается я говорю что я буду делать дизайн уникальный но без его отрисовки то есть я создаю сначала прототип сайта оговариваем какие будут блоки где будут находиться на сайте то есть клиент согласовывает этот прототип чтобы потом не было лишних вопросов почему здесь я сделал так а здесь так и после этого я начинаю создавать сайт по блочным то есть я создаю первый экран мы его согласовываем сразу корректируем чтобы потом не переделывать сразу много и весь всю страницу света лендинг мы согласовываем первый экран если ты делал многостраничный сайт то я сначала делаю шапку это блок меню логотип первый экран его согласовываем потому что шапка на на всех страницах будут одинаковые если там многостраничном сайте вот после этого я продолжаю дальше то есть концепцию сайта я задаю на первом экране уже будет понятно как будет выглядеть примерно сайт дальше идет второй блок после второго блока я уже определяемся же окончательно как с концепции сайта и все и дальше пошли поблочно создавать и согласовывать таким образом у меня получается ситуация что у меня и дизайн уникальный и я экономлю средства заказчика но соответственно я тоже на этом зарабатываю выставляя более-менее адекватные цены все довольны все хорошо сайт получается с уникальным дизайном то есть я бы не сказал что это там шаблонный сайт поэтому вот так я решаю данный вопрос напишите пожалуйста в комментариях если вы тоже разрабатываете сайты как вы поступаете используете ли вы шаблонные дизайн переделывая их под требования клиента или же вы пользуетесь услугами дизайнера верстальщика возможно вы сами верстальщик как вы поступаете расскажите пожалуйста мне будет интересно у меня на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и постараюсь выпускать как можно больше интересных видео на связи был гончаров всем пока пока